Внешняя политика России в 16 веке Здравствуйте! Наша сегодняшняя лекция будет посвящена внешней политике России эпохи Ивана Грозного. Это было время таких великих завоеваний, великого расширения русского пространства, когда русское государство из собственно европейского государства начало свое превращение в такую великую евразийскую державу. Напомню, что эпоха Ивана Грозного — это 1533-1584 год. Собственно, политика такая самостоятельная Ивана Грозного начинается со времен избранной рады особого окружения царя, которое сложилось после 1547 года. Если давать характеристику направлениям русской политики этого времени внешней, то направление таких было три. Первое направление, условно назовем его восточным, связано с отношением России с соседними ханствами астраханским, казанским, нагайским, сибирским. Эти ханства образовались еще в конце XIV-XV веках, в ходе распада Золотой Орды. В отношении России они были не столько соперниками России, сколько предметом российского расширения, российской экспансии. Южное направление связано, конечно, с отношениями России с Крымом и с Османской империей. XV-XVI век – это было время резкого расширения могущества Турции и Османской империи. Крымское ханство еще во времена Ивана III, то есть во второй половине XV века, превращается в вассала Турции. Но отношения между Россией, Крымом и Турцией складываются очень интересно. Несмотря на то, что крымское ханство было вассалом Турции, собственно, с самой Турцией Россия до середины XVI века находилась в таких нейтральных, скорее дружественных отношениях. Например, Ивана III и Василия III турецкий султан в официальных грамотах мог именовать братом своим, что означало высшее признание. Потому что даже многих монархов Западной Европы турецкие грамоты пытались представить как данников турецкого султана. Россия в это время, я имею в виду эпоху предшественников Ивана Грозного, пыталась с Турцией ладить, потому что прямое столкновение молодого единого московского государства с Турцией, наверное, означало бы его поражение. Потому что силы Турции были на взлете, и отношения были нейтрально дружественные. Совсем другую картину дают русско-крымские отношения. Правда, первоначально при Иване III, когда у крымского ханства и у московского государства было совпадение одной задачи, освобождение от претензий Большой Орды на восстановление Золотой Орды и, соответственно, на данническое подданство Москвы и Крыму этому государству, Крым и Россия дружили. Однако после того, как оба эти государства получили независимость, а хан Ахмат погиб, и его государство Большая Орда фактически рассыпалось, почвы для дружбы не стало. Вот этот принцип, против кого дружить будем, уже не действовал, потому что общего врага не было. И крымское ханство при преемнике Ивана III, Василия III, очень быстро превращается в противника России и очень такого противника агрессивного. Дело все в том, что крымское ханство, являясь вассалом Турецкой империи, получило гарантию от возможности завоевания его кем-либо из своих соседей. Хотя, наверное, если бы происходило столкновение один на один, и польско-литовское государство, и русское государство были, конечно, сильнее Крыма. Но то, что за ним все время стояла Османская империя, давало крымскому ханству большие преимущества. С точки зрения экономики, одной из доходнейших статей крымской экономики была торговля в Османской империи живым товаром, то есть пленниками. А вот этих самых пленников крымчане добывали в ходе своих войн и набегов на европейские государства. И в качестве жертв этих набегов оказывалось и русское государство, и южное пограничье Польши и литовского государства. Ну и понятно, что вот эти все обстоятельства, они вели к такой стойкой вражде. Вообще русско-крымская вражда закончилась окончательно только в 1783 году, когда Россия во времена уже Екатерины II просто нашла способ присоединения к себе, включения в свой состав крымского вот этого ханства, крымского государства. Ну а возвращаясь к веку XVI, стоит сказать, что здесь внешние политические задачи России заключались в том, чтобы держать оборону от набегов крымчан и пытаться не пустить их вглубь своей территории. Потому что вот эти разорительные набеги, сопровождающиеся сжиганием и разорением сел и маленьких городов, угоном населения, которое превращалось в пленников и продавалось в рабство. Но при этом вот поначалу надо было как-то еще ладить с Турцией, стоящей за спиной Крыма. Второй момент, который тоже напрягал отношения между Крымом и Россией, это был вопрос их влияния в поволжских ханствах. И Москва, и Бахчисарай стремились возвести на престолы Астрахани и Казани своих ставленников. И вот в тот момент, когда, например, Москве удавалось посадить на ханский престол Казани своего человека, Казань была дружественным, союзным государством в Москве. Когда Бахчисарай удавалось пропихнуть туда своего хана, ситуация кардинально менялась. Вся история казанская внутреннего такого плана XVI века – это сплошные дворцовые перевороты, за которыми, кроме внутренних каких-то факторов, все время прослеживается вот эта русско-крымская борьба за влияние. Ну и, наконец, третье направление внешней политики России – это было западное направление – отношения с европейскими странами, с соседями ближайшими и дальними европейскими странами. Вот здесь у России, так сказать, более взаимовыгодно выстраивались отношения с дальними соседями, особенно с такими, как Голландия и Англия. После того, как англичане в середине XVI века открыли северный морской путь в Россию, и попадали они в Россию сюда, обходя Скандинавию, спускаясь в Белое море, а дальше уже по Северной Двине можно было двигаться вглубь русской территории, началась такая взаимовыгодная морская торговля с Россией. Сначала англичан, потом втянулись и другие европейские страны, в частности, Нидерланды, Франция. И кроме прибыли вот этой торговли, Россия еще очень активно использовала западных специалистов, нанимая их на русскую службу в самых разных областях. Больше всего востребованы были офицеры иностранные в качестве таких наемников, инженеры, военные инженеры, архитекторы, врачи, ремесленники, ювелиры и так далее. Отношения между Россией и ее ближайшими соседями по западной границе были скорее враждебные. Главным здесь соперником России долгое время было Великое княжество Литовское и Русское. После 1385 года это княжество вступает в такую личную унию с Польским королевством. То есть на престолах обоих государств и Великокняжеском престоле Литовском и Королевском Польском оказывается единый монарх из династии Гедеминовичей. Между этим Польско-Литовским союзом и Россией шла напряженнейшая борьба за влияние в Восточной Европе. Обе страны претендовали на роль полиса геополитической здесь силы. Кроме того, очень остро стоял русский вопрос. На территории Московского государства и на территории Литвы проживал так называемый народ русский, потому что становление русского и белорусского украинского народа в то время находилось только в своей первоначальной фазе. Жители западно-русских, южно-русских и великорусских территорий думали, что они еще представляют из себя единый народ. Поэтому эта борьба за всю Русь, попытка сконцентрировать под своим государственным началом весь русский народ, которая с конца XIII и XIV веке особенно напряженно шла, продолжается. Правда, здесь уже со времен Ивана III, то есть со второй половины XV века, произошли значительные перемены. Сама Литва постепенно теряет роль центра объединения русских земель. Польско-Литовский союз вытесняет прежний Литовско-Русский союз. Поэтому население православному русскому на территории Великого княжества Литовского уже начинает постепенно отводиться роль подчиненного населения. Православную элиту не пускают в государственную власть. Очень сильно польское влияние. Начинается ополячивание, полонизация знати. Русскому православному населению, западно-русскому и южно-русскому становится не так уютно в рамках этого литовского государства. Что приводит и к падению роли Литвы как центра перспективного консолидации народа русского. А вот Московское государство, Россия, название это происходило от греческого названия Руси. Россию русская территория называли греки. Иван III, женившись на Софье Палеолог и выступая теперь в качестве наследника потенциального византийского престола, он начинает использовать не только греческие символы, одежды императорские, но и греческое название страны – Россия. Правда, до конца XVII века это название используется крайне редко, в основном по очень торжественным поводам. Основным названием по-прежнему остается Русь, но мы условно будем уже пользоваться этим словом Россия. Так вот, Россия с конца XV века становится центром притяжения всего народа русского и переходит в активную наступательную фазу. Литва уже пытается просто удержать те русские территории, которыми владеет, а Россия наступает на этом поприще. И в данном случае у предшественников Ивана Грозного были очень большие здесь успехи. Во времена Ивана III к России перешли Верховские княжества, такие маленькие государства, входившие в состав Литвы, расположенные в Верховье Хаки. Потом при Иване III и его преемнике Василий III, отце Ивана Грозного, в состав Московского государства уже вошла Черниговская земля, Новгород-Северская земля, был отвоеван Смоленск и Смоленщина, и границы русских владений Литвы таким образом резко сократились. Естественно, что русская дипломатия вынашивала планы дальнейшего собирания русских земель вокруг Москвы. Принципом идеологического объяснения, оправдания такой политики выступал признанный тогда во всей Европе династический принцип. Иван IV, как его предшественники, был представителем Рюриковичей, династии, которая некогда во времена Киевской и Древней Руси владела всеми западно-южно-северо-западно-восточно-русскими землями. Поэтому он воспринимал эти земли как свои вотчины, то есть свое наследство, которыми незаконно с точки зрения династического принципа обладают Гедеминовичи и, в частности, вот эти польско-литовские егелоны. Поэтому даже формулировка сама такая может быть для современного человека неожиданная. Иван треповал вернуть ему его вотчины. Понятно, что Москва никогда не обладала ни западно-русскими землями, ни южно-русскими землями, но вот именно подчеркивание, что он наследник Рюриковичей и древнерусских, позволяло русским дипломатам использовать фразу «вернуть», что делало их борьбу за эти земли справедливыми и выставляло Литву в качестве страны, которая путем экспансии, путем захвата завладела чужим. Поэтому задачей во внешней политике здесь было продвижение дальше на запад, присоединение полоцких земель, киевских земель. Такая задача потенциально стояла. И, конечно, это делало враждебными отношения Москвы с вот этим находящимся в унии польским и литовским государством. На севере русских владений располагалось два соседа. Это, во-первых, страшно ослабевший Ливонский орден, но обладавший большой экономической мощью, играющий большую роль в международной морской торговле, потому что на территории Ливонского ордена находились очень крупные портовые торговые центры Ревель, Рига, Дербт, Нарва. Если двигаться дальше, то в Скандинавии нашим таким соперником являлось шведское королевство. Еще во времена IX-XII века началось такое проникновение предков с шведов и потом в Прибалтику. Сюда же шло направление славянской колонизации, проникновение русской государственности. В XIII веке, во времена Александра Невского, в этой Прибалтике сошлись три таких направления экспансии. Древнерусская, которая шла уже тогда от лица Новгорода и Пскова, шведская севера и вторжение крестоносного присутствия немецких крестоносцев, которые основали свои ордена на территории Прибалтики. В связи с тем, что Ливонский орден в эпоху реформации как религиозно-военно-государственное сооружение разрушился, возникала перспектива, что его земли могут отойти кому-то из сильных соседних государств. Естественно, что в роли таких сильных соседних государств выступать могла и Московская держава, и Швеция, и Польско-Литовский союз, и Дания, которая тоже в свое время свою экспансию вела. То есть вот здесь назревала такая борьба за вот этот лакомный кусок, в государственном плане ослабевший, но в социально-экономическом плане представляющий из себя такой большой приз. Но и в связи с этим отношения соперничества, в частности со Швецией, у России могли усилиться. С чего начинает свою активную внешнеполитическую деятельность Иван и его окружение? Во времена избранной Рады главным направлением удара выбирается все-таки восточное направление. Здесь в 50-е годы происходит целая территориальная революция, потому что в 50-е годы русское государство продвинулось на восток очень далеко, дошло до приуралья и границ уже с азиатскими территориями, с Сибирью в частности. И территория в целом была увеличена практически в два раза, поэтому во многом такой ореол вокруг Ивана Грозного, как великого государя, он связан с гигантским и таким моментальным с точки зрения исторического времени расширением его державы. Начинается борьба за присоединение по Волжье еще во времена боярского правления в 1945-1947 году. Ведется борьба такими старыми методами. То есть русские пытаются поддержать тех кандидатов на Казанский престол, которые ведут прорусскую политику, ориентацию, выступают противниками Крыма и потенциальными союзниками московского государства. Вот таким образом на престоле Казани оказывается хан Шикалей, союзник России. Однако удержаться он там не смог, и сторонники прокрымской партии, а казанская элита была разделена на две такие враждующие политические партии, прорусскую и прокрымскую, они свергают Шикалей, он бежит в Россию. И вот какое-то время русские, совершая походы, пытаются вернуть этому хану престол. Однако была большая чисто такая географическая климатическая преграда для успеха русских военных походов на Казань. Пока войско, выступая весной, добиралось до Среднего Поволжья, наступала глубокая осень, дальше зима. Зимой военные действия в те времена не велись. Поэтому, дойдя даже порой до Казани, русским с наступлением холдов приходилось уходить обратно в Освояси. И вот таким образом походы и 1947, и 1948, и 1949 года, и даже 1950, они заканчивались фактически ничем. Поэтому решили сменить тактику построить на границе с казанскими владениями некий русский форпост, где может располагаться русская армия для того, чтобы начинать военную кампанию ранней весной, а не терять время теплое на передвижении по гигантской российской территории. В преддверии решающего похода русские строят на стрелке двух рек Волги и ее притоке Свияги русскую крепость. Строителем этой крепости был русский дьяк Иван Выродков, что говорит о том, что к этому моменту уже фортификционное искусство русское было достаточно на высоком уровне. Причем сам Свияжск появился для казанцев совершенно неожиданно. Совсем в другом месте на русской территории срубили крепость, раскатали ее на бревна, все эти бревна пронумеровали. Весной по рекам к месту впадения Свияги в Волгу прибыли эти бревна, и буквально за несколько месяцев из них собрали целую крепость, куда начали ввозить продовольствие, вооружение, где появился русский гарнизон. И таким образом кампанию 1952 года русские могли уже начинать, имея вот здесь собственный форпост. Для похода на Казань Иван IV избранная рада собирает гигантское войско, до 150 тысяч человек участвовало в этом походе. Кстати, участвовали в этом походе и сторонники Шигалея. Везли артиллерию. В те времена артиллерия не отличалась большой скорострельностью. Пушка нормально могла стрелять один раз в три часа. Если орудия поливали водой, смешанной с уксусом, испарение шло быстрее, можно чуть-чуть было ускорить скорострельность без угрозы разрыва орудия, то понятно, что чем больше количество пушек, чем больше артиллерия, называлась она тогда нарядом, чем больше вот этот наряд, тем эффективнее стрельба. Поэтому везли большое количество пушек. Вообще русская артиллерия середины XVI века – одна из самых сильных в Европе. Использование западноевропейских мастеров литейного искусства, оружейников, использование турецких мастеров на русской службе, и те, и другие были обязаны обучать русских людей. И уже наработки русского пушколитейного искусства привели к тому, что русские орудия вызывали восхищение как на Востоке, так и на Западе Европе. Почти каждый западноевропейский автор, оставивший записки о Москве XVI века, имеет сюжет, где он восхищается пушками и Кремлем. Поэтому, конечно, Казань, которая не имела такого рода вооружения и такого качества, в данном случае потенциально уже была обречена на поражение. Кроме того, двигалась совершенно новая с точки зрения военного искусства рот войск. Стрельцы, сражавшиеся особым строем, пехота, вооруженная огнестрельным оружием. В русском войске были военные инженеры, специалисты по подкопам. Вскоре началась осада Казани. Правда, надо отдать должное мужеству казанского гарнизона, который сражался храбро, делал вылазки очень решительные, против русских. Однако кольцо осаждающих вокруг Казани сжималось. Деревянные стены Казани не могли выдержать долгого артиллерийского прессинга. Кроме того, у казанцев появилась еще одна беда. Город снабжался водой, которую возили по подземному ходу. Русские довольно быстро обнаружили, где находится этот подземный ход, вырыли под него свой подземный ход, заложили туда 11 бочек с пороха, и все это взлетело на воздух. После чего и под стены Казани был тоже прорыт такой подземный ход, и заложен туда пороховой заряд. К началу октября между русским войском и казанским войском расстояние сократилось. Это был только ров в семь сажен глубиной, который на праздник Покрова Богородицы, очень такой праздник почитаемый на Руси, перенесенный из Византии сюда в свою очередь, вот этот ров русские войска засыпали. И главный штурм состоялся 2 октября. Через пролом в стене русское войско вошло на территорию казанского крепости, казанского города. Кроме центральной крепости, русские войска завладели Казанью. Однако здесь произошел такой очень ответственный момент, в который часто попадает войско победителей, особенно средневековое войско, которое воспринимает право взять добычу в поверженном городе как свою привилегию. Русские, ворвавшись в Казань, начали захватывать эту добычу, что позволило гарнизону казанскому, закрепившемуся в центральной крепости в Казанском Кремле, сделать очень удачный контрудар. Он был настолько неожиданным, что породил панику у нападавших, и войска начали отступать из города. Значительная часть русского войска находилась в резерве. Это был государев полк, которым командовал сам Иван IV. И в штурме Казани этот полк не участвовал, ожидая приказа царя. Вот гонцы прибегают к Ивану IV, рисуют ситуацию, которая в Казани, просят царя этот резерв запустить. А Иван молится в походной церкви и никак не реагирует на прошение этих гонцов. Вообще, надо сказать, что Иван молился и довел себя молитвой до такого состояния, что ясно услышал, как звонит колокол Донского монастыря в Москве. Это слуховое видение или реальное, как думали люди средневековья, такое свидетельство о расположении высших сил к русскому воинству. Привело, наконец, Ивана IV в действие, и он повел в атаку этот самый государев полк. Но вот к тому моменту, как государев полк поставит последнюю точку в штурме Казани, два русских воеводы, это Андрей Курбский и двоюродный брат царя Владимир Андреевич Старицкий, все-таки прекратили бегство русского войска, навели порядок и повели русских на очередной штурм, то есть колесо фортуны военной. И оно опять повернулось в сторону московского войска. И удар царского полка он окончательно поставил точку в судьбе этого казанского штурма. Надо сказать, что в Казани в то время находился такой хан случайный, Едигер Махмед, который случайно оказался втянутым в казанскую историю, но роль военного руководителя он исполнял довольно неплохо. Однако, видя, что Казань взята, этот хан решает сдаться на милость победителя, решает отправиться с поклоном к Ивану IV. И действительно, он был выдан Ивану IV. Казанцы, находившиеся в Кремле, вступили в переговоры с русскими. И очень интересно, что послы говорили своим русским визави. Пока у нас был царь и пока у нас было государство, мы храбро с вами дрались. Сейчас наш хан хочет сдаться вам, и мы просим его принять. А сами мы желаем после этого только выйти в открытое поле и сразиться с вами в своем последнем бою. Так что среди казанского гарнизона были такие воины, которые не желали до конца покоряться московскому победителю и желали в своей жизненной карьере поставить точку такую красивую, погибнуть в борьбе. Что, собственно, и произошло. Что же касается Махмуда Едигера, то он впоследствии сделал очень хорошую карьеру в России. Он был обласкан Иваном IV, принял в скорости православие, получил в управление Большой Звенигородский удел и был одним из виднейших русских воевод в ходе Ливонской войны. Командовал татарскими войсками, которые участвовали в этой войне. И достаточно хорошо прожил конец своей жизни уже как русский подданный, как представитель русской знати. В XVI веке татарское происхождение от мурс или особенно от ханов вообще вводило человека вверх русской такой элиты. Кстати, именно с этим связана попытка Бориса Годунова вывести своих предков от татар, знатных перешедших на русскую службу. Ну а мы вернемся к самой Казани. Итак, Казань пала. Произошло это 2 октября 1552 года. И вместе с Казанью в подданство России перешли не только казанские татары, но и часть тех народов, которые были подвластны казанским татарам. Это Буртасы, частично Мордва. И вообще территория очень большая Казанского ханства на Средней Волге оказалась российской территорией. Окончательно покорение Казанского ханства было завершено только уже к 1957 году. С 1952 по 1957 здесь вспыхивают восстания. Отчасти они были вызваны тем, что вначале русская власть повела такую политику на христианизацию региона. Но очень быстро, кстати, отказалась от насильственного превращения мусульман казанских в православных христиан. Найден был некий компромисс между религиями. И, в общем-то, казанскую элиту и население, которое не хотели менять веру, отказываться от ислама, в дальнейшем как-то особо и не принуждают к переходу в православие. И вот этот компромисс, собственно, позволил и решить проблему вхождения этой территории в русское государство. Начинается восстановление, а точнее строительство новой казанской крепости. Потом она будет построена из камня. Появляется здесь, естественно, и православный собор, который как-то делит духовную власть с мететью. Появляется русское население, гарнизон, служилые люди. Идет такая стихийная колонизация русским населением по волжских плодородных степей. И, в общем, Казань закрепляется за Россией. Одновременно, естественно, с Казанью мысль идет и о включении нижнего течения Волги в состав российского государства. Здесь у нас находится очень богатое и совершенно невоинственное государство астраханское ханство. Причем в самой Астрахани ведут торговлю купцы срамых разнообразных национальностей. Это было такое пульно-этническое население, связывающее европейскую территорию и Россию, и Европу дальше через торговые отношения с развитым Востоком. В общем, обладание Астраханью давало колоссальные выгоды в плане развития внешней торговли и пополнения казны за счет торговых пошлин, налоговых поступлений. Тем более, что никакой воинственностью астраханское ханство не обладало. После поражения Казани на престоле Астрахани появляется такой прорусский ставленник, хан Гербыш Али, который пытается дружить с Москвой, заявляет себя вассалом, обещает платить дань, налог, разрешает беспошлинную рыбную ловлю в низной Волге. Однако Гербыш Али подвергается очень серьезному прессингу со стороны крымского ханства, которое близко находится, и поэтому в скорости он вынужден будет порвать отношения с Москвой и обратиться за помощью к крымскому ханству. Это вызывает, естественно, движение русского войска по направлению Казани. В 1556 году Гербыш Али, не дожидаясь, пока русский осадит город, бежит в Крым, и казанское ханство оказывается в составе русского государства. Здесь также начинается строительство русской крепости, вводится русский гарнизон, и Астрахань входит в состав России. Расположенные между Астраханью и Казанью Ногайские степи также частично входят в состав русского государства. Кстати, Ногайские татары оказались в этом плане более жесткими в отношении принятия русского подданства. Многие из них вели кочевое сельское хозяйство, поэтому часть Ногайского населения так и не стала русскими подданными, они просто откочевали на территорию Крымского ханства и получили там расселение. Но коридор, разделяющий Казань и Астрахань, вошел в состав русского государства. Таким образом, русское государство становится очень мощным центром в преддверии Северо-Западной Азии. При этом единственным противником внешнеполитическим, которое может сдержать русское продвижение в Сибирь, является Западно-Сибирское ханство, названное так, собственно, по своей столице, городу Кашлыку, или второе название его, Сибирь. Но Сибирское ханство изначально было таким государством очень слабым, очень средневековым, где небольшая татарская элита жила за счет эксплуатации в качестве данников большого количества первобытных племен разных сибирских народов, которые, естественно, не питали особой привязанности к династии сибирских ханов. И более того, за сам Сибирский престол постоянно шла борьба между чингизидами, происходившими из среднеазиатских государств и местной династией. Так что потенциально в общем-то России со взятием Поволжья открывались ворота продвижения в Сибирь. Что касается Крыма или даже Турции, то помочь столь далеко находившимся своим единоверцам они, конечно, не могли. Но само включение Астрахани и Казани в состав московского государства сделало очень напряженными отношения России не только с Крымом, но и с Османской империей. Султан вообще считал себя покровителем всех мусульман, таким наследником арабских халифов в этом плане. И поэтому включение мусульманских двух царств в состав России воспринималось им как такое личное оскорбление и подрыв позиций ислама. Поэтому начинается вот тут активная такая конфронтация, попытка и турок самих участвовать в отвоевании этой территории. Но сразу забегая вперед и не внедряясь в нюансы, надо сказать, что вот эта крымско-турецкая линия на попытку реванша и возвращения казанского и астраханского пространства, то есть течения средней и нижней Волги, она была обречена на поражение. Ну, включение столь больших развитых территорий в состав России, конечно, усилило экономическую мощь России и ее военный потенциал. Тем более, что очень скоро казанская элита, умеющая воевать, вот эта восточная конница, нашла свое достойное место в русском войске, участвовала в походах русского государства на запад, ну, не говоря уже о тех знатных татарских родах, которые, принимая православие, входя в преддворную среду, вообще оказались в составе русской аристократии. Поэтому для того, чтобы вести активную политику на Западе после покорения Казани и Астрахани, у русского государства появились и финансовые ресурсы, и какие-то материальные ресурсы, и военно-людские ресурсы. И в дальнейшем, в конце 50-х годов, острие русской внешней политики переносится на Запад. Начинается борьба за Ливонию. Ливонская война продолжалась очень долго, с 1558 года до 1583 года, то есть 25 лет. Причем, начавшись очень удачно для России, Россия буквально в 58-59 годах полностью разгромила военные ресурсы Ливонии, уничтожила фактически Ливонское государство. Потом эта борьба затягивается, конфликт становится многосторонней. Практически до 77-78 года с точки зрения внешнего военного такого присутствия, кажется, что у Москвы есть все шансы выиграть эту войну. Видя это, наверное, Иван Грозный так долго и пытался все-таки сделать все, чтобы эта война продолжалась. и даже во многом опричнена сама была механизмом концентрации внутренних ресурсов русского государства и российских подданных на том, чтобы все это бросить на Ливонскую войну и такие Ливонию включить в состав России. Но вот это оказалось ошибочным моментом. Кроме военных каких-то ресурсов, русское государство пыталось в Ливонском конфликте запустить и чисто дипломатические способы включения Ливонию в состав России. Сначала появляется план включения Ливонии путем переговоров с попавшим в плен прежним главой Ливонского ордена Ферценбергом, которого надеялись сделать вассалом русского царя, юридически оформить вхождение в состав Ливонии. Однако Ливонское дворянство во многом уже протестантское, рыцарей крестоносцев к этому моменту уже не существует. Дворяне ливонские западноевропейского часто немецкого происхождения представляют собой светских феодалов. Они выбирают себе нового руководителя. Герцогом Ливонии становится Кетлер, который попытался воевать с русскими, очень быстро понял, что ресурсов у него нету. Тогда он решил обратиться за помощью к какому-нибудь сильному соседу, являющемуся противником московского государства. и выбрал в качестве своего сюзерена польского короля Егелона Сигизмунда II, которому он отписал всю Ливонию в прямое владение, оставив за собой лишь часть Южной Латвии, то есть Курлянское герцогство со столицей в Метаве. Но сам он, как Курлянский герцог, тоже присягнул Сигизмунду II в качестве вассала. Это втянуло польского короля и одновременно Польшу и Литовское Великое княжество в конфликт вокруг Ливонии. В Москве, кстати, это втягивание поляков в конфликт вначале восприняли как хороший повод для того, чтобы усилить экспансию в направлении включения западно-русского населения в состав России, потому что теперь можно было в этом плане справедливо возмутившись воевать с литовским княжеством и пытаться у него отвоевать Полоцк и другие крупные города, что, собственно, и произошло. Полоцк был в 1963 году уже включен в состав русского государства и значительная часть восточной Белоруссии, если более современное название страны использовать, оно вошло в состав России. Однако война затягивалась. Попытки, которые предпринял еще находившийся в конце 50-х годов у власти Алексей Адашев склонить и польскую сторону, и своего собственного государя на такой своеобразный раздел Ливонии между польско-литовской короной и Россией. При этом в качестве повода для дружбы Адашевым воспринималась совместная борьба на фронте против крымских татар и Турции. Вот она не прошла. Не сами поляки не пошли на такой поворот событий. Вообще в 16 веке у русской внешней политики наблюдалась такая еще определенная неопытность в деятельности на Западе. Все западные государства европейские в конфликтах устраивали коалиции, находили союзников. И вот только в составе коалиции в Европе могла большая компания кончиться некой победой. Понять этого еще в Москве не могли. И поэтому Иван Грозный предпочитал во многом действовать в одиночку, не желая делить потенциальную победу с кем-либо. А в многостороннем конфликте это означало, что в конечном итоге Москва кажется одна против очень сильных партнеров, которые, хотя и враждуются друг с другом, но в принципе умеют и договариваться. И вот в дальнейшем успехи русского оружия, которые до 1977 года продолжались в Ливонии, они были связаны во многом с тем, что другие государства, включившиеся в этот конфликт, и Дания, и Швеция, и Литва, и Польша, они не могли еще договориться с друг другом, они вот тоже враждовали и лавируя между всеми этими участниками гигантское русское войско, подкрепленное еще татарской казанской конницей, и западные источники говорят, что это был очень серьезный такой довесок к русскому войску, они удерживают за собой фактически всю Ливонию, за исключением правда двух наиболее сильных центров и важных центров, без которых обладание Ливонией не имело смысла, это Риги и Ревеля. Все попытки договориться с населением этих городов о каких-то привилегированном вхождении в состав России проваливались, они держали оборону, они договаривались о помощи то с датчанами, то со шведами, то иногда и к польской помощи пытались прибегнуть, и русские так до конца не взяли эти города. Хотя Дербт и Нарва превратились в такие русские здесь форпосты, причем Россия очень активно начала и торговлю морскую с дальними странами Запада через Нарву. На последнем участке войны Иван попытался сменить линию поведения и не напрямую включить Ливонию в состав России, а сделать на территории Ливонии такое вассальное Ливонское королевство, во главе которого находился бы западноевропейский по происхождению монарх, но который признал бы себя вассалом России. Так союзником России становится принц Магнус, это младший брат датского короля, который был владельцем острова Саарема. Через него Россия пыталась объединить Ливонию, сделать там Ливонское королевство, но такое королевство, которое было бы басальным по отношению к России. Магнус был дважды женат на племянницах Ивана Грозного последовательно, это были дочери Владимира Старицкого. Сам Владимир Старицкий к этому моменту уже пал жертвой опричных разборок, террора. Иван Грозный сначала отнял у него удел, выдав взамен Старицкого удела, ему удел на Волге, потом и этот удел был у князя забран. И в конечном итоге самого князя с его второй супругой одной из дочерей заставили выпить яд. Но две другие дочери и сын Владимира Старицкого остались в живых. И вот как раз эти две других дочери племянницы и были супругами последовательно Магнуса. Однако сам Магнус оказался не столь поддерживаемым в Ливонии. Попытка через него договориться с его братом тоже не удалась, потому что между Магнусом и королем Дании были противоречия. И в итоге вскоре сам Иван, почувствовав, что Магнус ничего не приносит России с точки зрения облегчения Ливонской кампании, стал с этим Магнусом обращаться как со своим подданным, довольно жестко, проявляя гнев, когда Магнус брал в Ливонии города, которые Иван Грозный планировал, что возьмут не войска Магнуса, русские войска. Вот эти города у него отнимались. Короче, сам Магнус почувствовал, что пребывать ему дальше в качестве вассала Ивана Грозного становится невыгодным и даже опасным. Поэтому в конечном итоге он изменяет Россию, переходит на сторону ее противников, пытается договариваться со шведами. План создания Ливонского королевства также рухнул. С другой стороны, в самой Польше и Литве происходили события, которые в конечном итоге создадут новую силу геополитическую, которая будет соперничать с Россией. В 1972 году умирает последний егелон, последний наследственный правитель Сигизмунд II. Польско-литовская элита решается на более тесное объединение. Еще в последние годы жизни Сигизмунда план такой разрабатывался и при нем в 1569 году была образована речь посполитая. Слово речь это гласовка славянская республика, то есть власть народа, посполитая понятно, почему, потому что польско-литовская, то есть образуется страна, где польская, литовская, католическая знать имеет право выбирать своего короля на Сейме. И вот следующий монарх после смерти Егелона Сигизмунда II должен быть выборным монархом. С 1972 по 1976 год происходит такое своеобразное как бы бескоролевье, непонятно, кто должен быть здесь монархом. Одно время свою кандидатуру на престол выставлял даже Иван Грозный. Для поляков лучше было бы принять на престол кого-то из его сыновей, однако на это Иван Грозный не соглашался. Одновременно Грозный вел переговоры со Священной Римской империей и германской нацией, пытаясь привлечь Максимилиана Второго императора к войне в Ливонии на стороне России, а императору согласиться так сказать уступить вот этот польский престол. Ну, из этого мало что вышло, а в итоге на польском престоле оказался воевода из Трансильвании Стефан Баторий. Человек очень энергичный, прекрасный государственный деятель, а главное человек, который произвел своего рода революцию в том способе войны, которым польско-литовское государство в этой Ливонской войне участвовало. Во многом войско польско-литовское представляло из себя ополчение шляхты, для которой длительная война и длительные походы были разорительны и неудобны. Кроме использования этой шляхты на деньги казны Стефан Баторий нанимает небольшую, но очень профессиональную западноевропейскую армию, состоящую из наемников. Дело все в том, что в Европе в 16 веке тоже происходит такая революционная смена способов ведения войны. Вместо рыцарского ополчения все больше место занимает регулярная, профессиональная наемная армия, состоящая из наемников самых разнообразных национальностей. Могут тут быть и датчане, и шведы, и швейцарские наемники, и шотландцы, в общем, кто угодно, которые воюют на основании контракта, на основании плана, но являясь сами профессионалами и используя последние достижения вот этой пороховой революции, их, конечно, эффективность была куда больше, чем вот этих позднесредневековых ополченческих формирований. Кроме того, все большую роль играет артиллерия и пехота, вооруженная огнестрельным оружием. Вот Стефан Баторий такую небольшую армию вдобавок к шлихетскому конному ополчению польско-литовскому добавляет. И уже на рубеже 70-х и 80-х годов, наведя порядок внутри страны, речи посполитой вот этой новой страны, на европейской политической карте, он начинает уже активную внешнюю политику, он отвоевывает у русских полоцк, выбивает их с территории западной Руси, будущей Белоруссии, и начинает уже вторжение в русские пределы. Так, в 81-м году, летом, его армия оказывается около Пскова и начинает со стороны русских героическая оборона Пскова и осада его полунаемным, полу-польским войском. Над русскими повисла такая угроза уже не столько завоевания чужих территорий, сколько потери своих, и во многом не случилось тут какой-то территориальной катастрофы и больших потерь только благодаря героическому Пскову. Псков обладал, конечно, великолепной на тот момент крепостью. Его крепостные укрепления имели периметр 9 километров, было 40 мощнейших башен. Многие башни и стены каменные представляли из себя такие трудноберущиеся даже с помощью артиллерии твердыни. До 6 метров были основания псковских стен. Вообще псковская крепость была построена издревле с большим умом. И даже не получив помощи, опираясь на свои ресурсы, Псков, и, кстати, оборону Пскова возглавлял князь Шуйский, вот он сумел продержаться собственно до начала 1 декабря 1581 года. Стефан Баторий взять Псков не мог. В итоге решил, что надо договариваться с русскими о мире. Ситуация у русских была такова, что уже продолжать эту Ливонскую войну было невозможно. Силы и людские, и материальные были на исходе, тем более появилась теперь такая угроза потери собственных территорий. Поэтому хотел или не хотел Иван, но ему приходилось искать мира. Причем Иван Грозный намекая так и заранее скажу обманывая папскую курию просит Папу Римскому о посредничестве. Намекает он в плане того, что можно поговорить об унии, напоминает, что Турция враждебная Россией страна, главная такая католическая держава, представленная конечно императором Священной Римской империи, его пониманием страдает от турецкого натиска. В общем, Иван склоняет Папу Римского послать в качестве посредника на русско-польских переговорах иезуита Антонио Пассивина, которого в польской историографии вообще считают таким прорусским ставленником, которым он, конечно же, не являлся ни в коем случае, но выйти из конфликта он помог. Переговоры заканчивают с Ямзо-Польским перемирием, которое было заключено в 1582 году сроком на 10 лет, и по этому перемирию русские были вынуждены отказаться и от всех своих завоеваний на территории Западной Руси, но, собственно, оттуда нас уже военным путем вытеснили, и от всех своих претензий на Ливонские территории. Что касается больших территориальных потерь, то тут Россия в пользу Польши практически ничего и не потеряла, только некоторые пограничные там очень небольшие области ничего незначимые отошли к полякам, а с территории Псковщины Стефан Баторий уходил, поэтому в той ситуации, которая была, вот заключение этого ям запольского мира, она во многом являлась такой победой внешнеполитической России. Хотя, конечно, Ливонская война и проигранная Ливонская война, в частности, с Речью Посполитой, резко подрывала авторитет и претензии самого русского государства на своих западных границах. Ну, на следующий год, в 83-м году, уже происходит замирение и с другим противником по Ливонской войне, это Шведское королевство, заключается Плювское перемирие сроком на 7 лет. В данном случае тут потери территориальной России были более ощутимы. Кроме отказа от претензий на Ливонию, Россия была вынуждена отказаться и от некоторых своих территорий, вот в районе своего такого Невского выхода к Балтийскому морю. Ивангород, крепость Карелла, Копорье отходили к Швеции, то есть русский выход к Балтийскому морю, старые новгородские владения, они с севера и с юга сжимались, но выход в Балтику мы не потеряли в этот момент. Естественно, в пользу Швеции отошли русские владения в Ливонии, такие, как завоеванная в начале войны территория с Дербтом и Нарвой, после чего, например, центром русской торговли уже будет вскоре основанный в 1984-1985 году Архангельск в устье Западной Двины на Белом море. Через него будет проходить торговля, Нарвскую и Дербскую торговлю мы перенесем туда. Ну и вот таким образом Ливонская война, во многом подорвавшая, конечно, силы и ресурсы русского государства, вызвавшая во многом саму систему опричнины, она завершилась поражением. Однако на востоке России были сделаны и большие такие победы уже во второй половине правления Ивана Грозного. Это связано с продвижением русских в Сибирь. Форпостом здесь русского продвижения было предугаралье, которое контролировали торговые люди Строгановы, такие обласканные Иваном Грозным, получившие право не только на владение городами и селами в этом районе, центром их был Сольвыч-Годск, но и правом иметь такую частную армию, которую они набирали из казаков. И вот в частности у Строгановых на службе появляется знаменитый Ермак, во предположение историков, происходивший как раз из в то время уже атаманов Поволжского казачества, который с дружиной 800 человек в 81-м или 82-м году XVI века двинулся в пределы Сибирского ханства. На престоле этого ханства тогда находился хан Кучум, слепец, правой рукой этого хана был его племянник Мамиткул, который линию прежних ханов, в частности, хана Едигера, вассала Москвы, резко отмели. Произошло это в ходе набегов на Москву Крымского ханства. В 1571 году был очень опасный для России рейд Девлет-Гирея вглубь русской территории. Он подошел благодаря нерасторопному такому поведению опричного войска прямо под стены Москвы. Взять ее не смог, но спалил Москву дотла. Выгорели изнутри даже каменные палаты и соборы Кремля. И, собственно, от потери Астрахани или Казани спасла только такая неуступчивость самого крымского хана в переговорах. Он требовал Казани, а Иван Грозный готов был уступить Астрахани. И если бы вот это произошло, то наработка в Поволжье времен избранной Рады была обращена вспять. Но поскольку требовал все-таки Казани, русские на это не пошли. А второй набег 1972 года, когда уже Иван понял, что пора отменять опричненную и выставил совместное войско опрично-земское под руководством земского воевода Михаила Воротынского разгромило Девлет-Гирея, отбросило его за пределы русского государства. Но вот эти все события привели пришедшего в ходе переворота к власти Кучума к мысли, что не надо быть вассалом России. Он прекратил выплачивать России дань и вообще стал таким независимым опять правителем. Ермак уже выступает в качестве русского полководца, ведущего вперед казаческую вот эту братью. И в решающей битве оказывается, что европейская пороховая революция стоит многого. Дружина Ермака 800 человек громит многотысячное конное, но совершенно средневековое войско Маметкула и Кучума. Ермак занимает столицу Кучума. Начинается присяга местного населения в качестве данников, плачащих ясак, белому царю, так тут называли московского правителя. начинается с разрушением западно-сибирского царства, включением его территории в состав России. Вообще очень быстрый процесс колонизации Сибири русским населением, потому что других каких-то государственных объединений на пути российской государственности здесь уже не было. Правда, сам Ермак довольно быстро погибает. в 85-м году он попал в неожиданную нападение в момент его ночевки на одном из островов, нападение татарских войск, и погиб. Однако русское присутствие на этом не кончилось. Сюда были направлены уже служилые люди, московские воеводы. Потом возникает здесь большое количество таких русских острогов. Столицей Сибири становится город Тобольск, откуда идет и снабжение местного славянского населения продовольствиями, где базируются местные власти. То есть, короче, с царствованием Ивана IV связано начало покорения Сибири, что в геополитическом плане было, конечно, большой победой, которая во многом компенсировалась взвешивать это страшное поражение в Ливонской войне. В целом, если мы будем брать итоги внешней политики России в эпоху Ивана Грозного, несмотря на поражение в Ливонской войне, конечно, позиции России внешнеполитические усилились, хотя авторитет ее в западных странах в конце Ливонской войне был подорван. Сам рост территории, населения, ресурсов за счет присоединения татарских ханств и продвижения в Сибирь давал возможность России потенциально развиваться как империи и закладывал первоначальные предпосылки в будущем превращении ее в великую европейскую державу. Поэтому не случайно в народном фольклоре отношения к внешним победам России в эпоху Ивана Грозного скорее гордо позитивное. И не случайно, что несмотря на все жестокости Иван Грозный в этом фольклоре представляется суровым, иногда взбалмошным, но все-таки скорее великим государем, которому население отдает дань уважения. и не случайно сам эпитет Грозный в русском языке имеет не только отрицательную, но даже положительную оценку. Еще раз подчеркиваю, эти внешнеполитические победы, закрепление гигантских территориальных пространств сослужило России в будущем положительную службу. Эти победы имели символическое наследство в архитектурных творениях. В честь победы над Казанью в Москве был возведен памятник в лице храма Покрова Богородицы. Сейчас этот памятник больше известен как храм Василия Блаженного, потому что этот юродивый был захоронен на территории этого храма. построил этот шедевр шатрового стиля русский архитектор или два русских архитектора, до сих пор не ясно это одно лицо или два, Барма и Постник. И вот страшная легенда, распространенная в связи со строительством Покровского храма на Красной площади, что, восхитившись красотой этого памятника, Иван Грозный приказал выколоть архитекторам глаза, чтобы они больше нигде ничего такого не построили. Это такая страшная утка, которая закреплена в стихах одного из советских поэтов. Реально, конечно, несправедливого поступка в отношении архитекторов Иван Грозный не совершал. Барма и Постник или два этих человека впоследствии строили, известны они по источникам, в частности, они работали над фортификацией Смоленска, были строителями еще нескольких храмовых памятников, и судьба их сложилась не так печально. Просто их храм, самый, наверное, красивый из памятников Красной площади, вокруг себя вызывал разные легенды, в том числе с такой подоплекой. Спасибо большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова